Браконьер В логове браконьеров, как на хорошей турбазе. Палатки, водопровод, душевые и даже биотуалеты. Все, правда, стекает прямиком в воду. Водозабор прямо из акватории. Также у нас не оборудованный водосброс. Нет никаких очистных сооружений. Туалет у них просто на рельефе установлен. Соответственно, если будет дождь с атмосферными осадками, с водой, все это будет стекать в акваторию. На территории представителей управления Росрыболовства и отдела экологии и администрации округа находятся факты, подтверждающие незаконную ловлю рыбы. Парк котиров и сети почти полтора километра. Проверку здесь не ждали. Сторож в растерянности. Что, я на воде не поставил? А зачем нахождение? Сейчас вопрос. Вопрос нельзя держать? Конечно нет. Сейчас запрещены к оборуду. На берегу? Конечно нет, нахождение. Все, сам к себе составил. Так просто будешь сдавать тех, кто это. Или сам пойдет. Кто это? Ну, или сам пойдешь сейчас на 8.37 или будешь сдавать чьи сети. Сейчас объяснение, все как положено. Здесь на, будем так говорить, целый букет, скажем так, нарушений, связанных с нарушениями правил охраны, защиты водных, биологических ресурсов, среды их обитания. Нарушение правил рыболовства. Нарушение специального режима осленней хозяйственной деятельности в границах защитной полосы водоохранной зоны. И еще кое-что интересное. В процессе обыска найдено оружие. Арбалет, помповое ружье 12-го калибра и патроны. Этим делом теперь занимаются следователи. У проверяющих есть предположение, что люди, которые разбили на берегу браконьерский лагерь, ранее уже привлекались к ответственности. Правда, в другом месте. После чего и перебазировались на берег в деревню Логинова. Нарушителям грозит административная ответственность как минимум сразу по четырем статьям. Екатерина Косевич, Петр Васильев. Наше время.